всем доброго времени суток уважаемая и все как сразу поняли сегодня у меня будет на взгляде изнутри вот такая вот катушечка называется она кардиф от шимана можно быстренько посмотреть все характеристики вот сейчас подержу коробочку здесь мы увидим ее передаточное число максимальную нагрузку на фрикцион дальше мы увидим ее вес количество подшипников и намотка шнура резки за один оборот рукоятки вот долго я как вы поняли не хочу задерживаться на всем этом там описывать все ее там характеристики грубо говоря вот это сразу же быстренько вот так вот перехожу в делу вот катушечка это видите абсолютно новенькая единственное что хотел бы остановиться на такой вот интересные надписи magnum rotor да там вот magnum rotor потому что часто бывают люди спрашивают меня это там что типа магниевый ротор нет конечно это не магниевый ротор это говорит о том что ротор сделан из материал из материала си ай 4 вот остальные все эти модное название что-то такое и дшип там и все другие эти обозначения можете набрать там официальные сайты шимана в россии и в японии еще где-либо и почитать все вот эти вот прибамбасы или примочки что они в цифрах букв означает так как сами понимаете для меня это меньше всего интересно а мы давайте уважаемые посмотрим как она устроена и соответственно катушка новая давайте посмотрим ее на состояние люфтов видим что люфт самой главной пары он он минимальный суммарный люфт главной пары с подшипниками при осевом движении да тоже минимален двух троторах осевой и радиальный тоже минимален и люфт шпули вот все он сейчас показал это говорит о том что в данной катушке все находится в пределах нормы вот почему я сейчас на новой катушке обратил на это внимание потому что люди тоже начинает задавать вопросы и честно говоря в некоторых случаях меня просто в письмах начинает это дело напрягать и я скажу так люди спрашивают вот у меня тут люфты надо их убрать и я постоянно в каждом письме до стараясь людей отговорить но от этого дела чтобы убрать эти люфты да как бы сказать потом начиная объяснять почему потом если человек совсем не понимает приходится уже как бы в грубой форме соскакивать с гнилого базара если можно вот так вот назвать наш человек русский очень туго понимают все это дело никогда в жизни не занимался устранением этих лифтов всегда отговаривал людей и никогда не брался за эту работу вот почему я сейчас показываешь вот эти люфты они являются нормой вот видим что ручка у нас складная и напрямую вкручивается в главную пару имеет вот такой кноп из пробки покрыт защитным политлинчиком да или как его там назвать давайте посмотрим как эта катушечка устроена традиционно мы начнем уважаемые серекционного механизма вот видим вот такой подшпульный механизм вот и катушечки мы смотрели сейчас на коробочке 8 плюс один подшипник да то есть сумме 9 видно что сразу же в подшпульном механизме здесь у нас стоит подшипник вместо ну вернее он не должен стать подшипник но на более дешевых катушках и стоит обычно втулка пластмассово видим сразу наш поле посадочное место под подшипник вот такая вот можно если его назвать шестеренка это у нас для трещоточки сама собачка которая у нас создает треск при работе фрикциона так снимаем гайку фрикциона вот она с таким пыльничком защитным выполнена вот сам пыльник можно соответственно и снять ничего тут страшного в этом нет и сейчас мы быстренько посмотрим как у нас устроен сам фрикциончик тк ступорная ступорное кольцо ступор как правильно назвать видим металлическую плоскую и соответственно одну вылочную или фетровую шайбу шпуле у нас все таки из двумя буквами есть тоже на это надо обратить внимание это очень мелкая шпуля соответственно на мотке шнура на нее влезет немного ну за счет такой скажем так конструкции фрикционного механизма как правило нагрузка тормозная фрикциона незначительная да но зато очень плавненько можно выставить регулировку у верни регулировку усилия срабатывания фрикциона при поклевке рыбы вот очень простая и надежная конструкция фрикционного механизма также мы наблюдаем внутри шпули еще один уважаемая подшипничек вот видим здесь у нас посадочное место встает подшипничек и 2 то есть это говорит о том что при сильной рыбе да как бы сказать при сильной поклевки и при сильном уваживании если вы затянете фрикцион будете форсировать то не будет происходить вот допустим палец это штук до ось не будет перес как бы происходить сильный перекос шпури до при нагрузке если даже будет происходить перекос то подшипники как бы сказать будут обеспечивать плавное вращение да и не будет закусывание фрикциона и не будет перекрашивать саму шайбу скажем так в целом не будет происходить закусывание фрикционного механизма и соответственно на тонком шнуре вы имеете больше шансов поймать трофейную рыбу потому что если закусит то соответственно сила сразу же возрастет да и может превысить разрывную нагрузку вашей лески или шнура и будет обрыв соответственно потеря трофея вот что дальше дальше у нас подшпульный узел снимаем регулировочные шайбы одну за другой чтобы это сделать быстрее и легче безо всяких лишних усилий здесь мы видим вот такой маленький шестигранничек его мы соответственно извлекаем и снимаем весь подшпульный узел выглядит он традиционно для подобного рода катушек шимана здесь сами делайте вывод хорошо это плохо но если мы видим сразу же сделанную проточку да куда одеваться подшипник это шимана делать заведомо того что если здесь будет находиться втулка то соответственно соприкосновение втулки с поверхностью самого посадочного места будет меньше что будет легче и уменьшать уменьшать трение и легче проворот да соответственно подшипнику это не надо но тем не менее шимана сделала подобное подобную конструкцию вот видим у нас указана стрелка на роторе какую сторону у нас откручивается сама гаечка усилие небольшое но кстати здесь тоже из опыта скажу бы сказать такой момент что здесь сейчас на новых катушках на всех если нету никаких стопоров до винтиков саморезе когда нету сверху такой крышки которая фиксирует но затягивает надо посильнее потому что практика показывает что все таки у рыбаков происходит сама раскручивание уважаемые есть такие моменты вот вот что я говорю ротор видим что здесь внутри очень даже неплохо видно что вот сам ротор выполним из материала c4 скажем так из углепластика или графита точная тут не могу сказать потому что я не являюсь химической лаборатории и химические и спектральные анализы я этого материала не провожу тем более тем более боевые тесты на испытания не краш тест все стандартно а думаю в разборе сам ротор мы посмотрим чуть чуть попозже уважаемая вот стопор обратного хода как у всех катушек шимана старого образца принципе он очень и безотказен как вся русская военная техника так что надежность имея надежность он имеет очень большую видим вот такой вот типичный для такого размера катушек подтормаживатель ротора видите по резинового кольца традиционно надпись для данных стопоров обратного хода но у грис что такое я думаю повторяться не стоит я очень часто это объяснял каждом видео сам тормозной барабан сверху сверху одета шайбочка тем самым регулировали ротор по высоте она подгоняли укладку вот ну ну сразу же уже добрались до самой вторичной ведомой шестерни и соответственно ее коренного подшипника в корпусе вот что дальше дальше нам нужно снять декоративную накладочку декоративная накладочка у нас держится на двух саморезов здесь здесь аккуратненько примеряем наш инструмент смотрим что он все идеально да то есть никаких лишних люфтов нету не спеша безо всякого усилия производим движение против часовой стрелочки уважаемые придерживаем пальчиком шуму шестерни на всякий случай случай бывают всякий вот снимаем видим обыкновенная пластмасса покрыта или хромированная никеллированная короче одним словом металлизирована какой-то фигней фольгой какой-нибудь вот открывается доступ к бесконечному винту вот так как мне это нужно вам быстренько показать я долго не буду ломать голову и не делать лишних телодвижений все безо всяких усилий легко и непринужденно мы это все выкручиваем и складываем нужным нам порядочке смотрим что длина всех саморезиков у нас одинаково значит в принципе можно без разницы в каком порядке и закручивать если они будут разной длиной то за этим моментом нужно следить потому что винт по длине как правило 10 длиннее здесь короче если перепутать местами то здесь он может у нас вылезти вот теперь можно открывать сам весь корпус видим что корпус тоже сделан из материала c4 никакой металлом здесь нету и вот открылся доступ в самой главной паре сразу же сверху видно регулировочная шайба регулировочная шайба у нас как я вижу достаточно то что это говорит что сильно тонкой подгонки шимана не делала а значит все детали были выточены в нормах допуска все было сделано с расчетом вот уважаемые так уважаем и двигаемся дальше катушечка новая и никаких меток нам нужно ставить вниманием главную пару и видим что количество смазки в данной модели более чем достаточно она выделена она выдавлена из-под зубьев и соответственно размазана от корпуса да мы видим она по равномерно по всему радиусу ведущей шестерни вот данный момент катушечка смазана хорошо и вот этот момент вам писать говорит что это даже переизбыток смазки то есть что конечно тоже влияет на ее хор скажем так это смазка просто лишняя она выдавилась ее здесь только абсолютно не нужно что происходит приличной смазки видите она удаливаться потом она везде соприкасается с корпусом да потом она с корпуса попадает на штук вот видите она соответственно густая смазка попадает на штук катушка является ультралайтовой и создана для ловли форели в болотах пруд болота по моим понятиям дальневосточным это это болото грубо говоря ловить болотную рыбу вот и видим соответственно это вся смазка вот она густая попадает на штук а соответственно очень сильно замедляет ход что в принципе для такого класса ультралайтовой катушки замедление хода это неприемлемо то есть вот что она сделает избыток смазки вот бесконечник у нас тоже как я видите смазан чересчур много как я говорил как я вам показывал видео по смазке бесконечника видим это же смазка у нас и на направляйках это же смазка у нас и по всему бесконечнику то есть идет полный переизбыток смазки что соответственно как бы не очень хорошо уважаемый вот снимаю вторичную шестерню предварительно я просто убираю отличные смазки перед промывкой чтобы лишний раз не пачкать руки и рабочее место вот так вот чтобы эффективно использовать материал салфетку да я уже сразу же лишнюю смазочку отсюда тоже подмахнул так далее посмотрим как у нас сидят подшипники отлично сидят никаких претензий нет вот очень большой переизбыток смазки еще раз повторяюсь ведь везде все все везде в смазке это нехорошо просто нехорошо не спеша откручиваем саморез вот кстати тоже нужно учесть момент почему я говорю не спеша потому что при работе саморезами которые вкручиваются в такие материалы как займся и 4 у катушек дайва и шимана есть тоже определенные хитрости и особенности хитрости особо никакой нету просто не нужно прилагать никаких усилий не при откручивании не при закручивании потому что дабы это несет никакого технического и физического смысла вот и еще один минус сейчас рада же вам показываю что такое много смазки видите вот здесь у нас бесконечник стоит на втулках на пластиковых вот эта смазка она полностью вот видите на полностью закрыта закрывать руку соответственно она и попадает под втулку что очень сильно замедляет ход да то есть меня тут под видео люди спрашивали дачу там правильно неправильно смазать с ними видео это типа понты не дает это правильной смазки то на ход да в принципе пусть думают каждый кто как думает это его личное мнение я же не могу никому приказать думать в том или ином направлении но моя задача просто вас уважаемые подтолкнуть чтобы вы двигались в нужном направлении каждый сам уже для себя сделает выводы и поймет и будет развиваться соответственно все нюансы и секреты он узнает сам как конструкция бега а самому узнать это более интересно чем кто-то ему даст готова каждый должен пройти свой путь ну и соответственно теперь уже можно будет выйти вынить стабилизаторы или направляющие видим что они не покрыты никаким защитным слоем выглядят таким вот образом все отличие есть незначительно вот по посадочном месте направлять думаю всем было видно внимаем сам штук с кареткой бегунком все здесь тоже состоит стандартно для катушек предварительно вот хоть и катушка новая обязательно надо проверить данное соединение и если они будут не сильно закручены посадить это все на резьбовой фиксатор видим что штук сделан из облегченного материала и покрыт вот таким защитным слоем практика показывает что достаточно на долгое время работы вот такие штуки с таким покрытием зарекомендовались а работают достаточно надежно также и сам бесконечник мы тоже видим что он облегчен к сделан из облегченного материала это же у нас покрыт вот таким же на пыление сам материал внутри белый за счет напыления он делается зале зеленоватый вот вот мы здесь вот четко ясно про что я говорил и видно то есть маски набита столько видите вот ее то есть она заполнилась и щели соответственно попадает у нас во втулочку соответственно занижает от вращения для ультралайтовой катушки это очень очень важно что занижает ее чуйку с ее плавностью хода вот видим новую тенденцию регулировочных шайб регулировочная шайба сейчас выполнены в виде морской волны до с изгибом с таким если профиль посмотреть будет просто как серп или как месяц с изгибом небольшим они создают пружинящие действия тем самым как бы здесь кстати не сильно она изогнута минимум до что создает тем самым изгибом она выбирает люфт так остается у нас подшипник хвостовики вторичной ведомой шестерни который при при присущ именно их шиповской системе в рамках программы шимана здесь он стоит вот здесь они тоже обычно сейчас начинает ставить кольца дай воде ставить тоже вот такие вот подпружинивающие шайбы как на данный момент стоит на бесконечнике и соответственно остается у нас сама паразитная шестерня вот внутри еще одна пластмассная втулка видно что смазки тоже много то есть везде где есть какие-то места соприкосновения соответственно сморки с напихина там что везде есть смазка с одной стороны это как бы сказать в данном случае никакого конкретного вреда катушки не наносит но и ничего хорошего тоже не делает конечно в данном моменте то что сильно не наносит вреда уважаемая я вам честно скажу есть конечно один маленький секретик нюансе есть один конечно маленький нюансик по части вреда ну давайте это останется один маленький секрет можете даже написать по видео если кто хочет поинтересоваться напишите мне как в данном данной конструкции излишки смазки какой вред могут именно скажем так механический как бы вреда же бы сказать именно что повлияет на плохую работу какое какого-то элемента в итоге приведет его к выходу из строя то есть вот излишки смазки для кому-то интересно можете попробовать по разгадывать ребусы написать под видео вот все-таки есть один элемент который работа смазка будет наносить вред ну что в принципе все мы быстренько разобрали посмотрели а дальше мы по мере всего момента мы будем посмотреть как устроен ролик из укладывателя роторой соответственно мы посмотрим как устроен кнопку ну вот уважаемые добрались мы до механизма ротора и давайте рассмотрим как он устроен ну все кто смотрит моё видео и наблюдают как это все устроено то в принципе ничего нового для себя данной катушки шимана по отношению к другим катушкам шимана да ничего конечно нового для себя не найдет вот такой ротор сделан как его позиционируют из матья из материала ся и 4 пишут на нем magnum light но некоторые люди думают что почему-то значит он сделан из магниевого сплава это конечно не так вот коромысла у нас тоже сделано из такого же материала потому что оба коромысла вот стандартно находится у нас в механизме ротора он такой толкатель который служит для сама сброса дужки да если вы откинули дужки просто начинаете вращать ручку то соответственно он у нас толкает само коромысла и приводит его в движение и дужка у нас захлопываться автоматически есть маленький нюансик что стабилизирует у нас вот этот толкатель скажем так по оси ну скажем так прижимать его вот такой вот маленькая приблуда видимо на пластмассово на пластмассовая здесь а есть у нас вот такой вот паз как раз вот похожий совпадает анатомический полукругом под сам толкатель вот и соответственно сверху это все прижимается вот такой пружинка это сделано для того чтобы сам толкатель как бы не поднимался да вот пружинка у нас упирается вот это место у декоративной крышки вот есть такая особенность также традиционно мы видим пружину тоже вот с таким вот толкателем который вставляется у нас в коромысла вернее толкатель подпружинен такой пружины вот и соответственно при повороте мы наблюдаем фиксацию и откидывание дужки с помощью этой пружины также есть вот еще на пружинке вставляется вот такой фиксатор данный момент он пластиковый но у катушек топового сегмента он идет металлический что он дает в первую очередь он дает звуковой щелчок когда вы откидываете дужку то сам вот этот как сказать правильно бегуно чеку бежит скажем так вот по плоскости коромысла и есть мы видим вот такую вот ступенечку он через него перепрыгивать щелк и в самом конце когда дужка уже откидывается вы как бы слушайте звуковой сигнал типа шуток чик как бы фиксация до происходит то есть что дужка откинулась и в то же время соответственно передается то что он перепрыгивает вот этот порожек передается как бы сказать на руку тоже такой как бы сказать импульс до чтобы вы как бы и сопровождается звуков вы понимали автоматически что как бы катушечка у вас открылась мы соответственно когда-то открывается в обратную то соответственно чуть-чуть как бы тоже притормаживает ну на самом деле это все быстро стирается до на практике и соответственно если этого всего не будет то соответственно ваш механизм будет также адекватно и корректно работать просто не будет звукового сопровождения и не будет сопровождение импульса на руку вот это не значит что без него душка будет именно обратно сама скидываться если она будет скидываться обратно то скорее всего причина будет в другом вот вот рассмотрели этот стандартный механизм вот мы давайте посмотрим как у нас устроен ролик лесоукладывателя вот за что я люблю шумана что вот эта деталь у них сама скобода она у них давным давно уже делается как бы сказать цель на летая ну и в последних моделях до катушек шимана они все-таки увеличили твердости как бы сказать диаметр жесткость самой вот этой своего этого материала проволок если можно так назвать которая применяется что соответственно лучше она меньше деформируется меньше расширяться разжимается что потом дают давление скажем так на коромысла расширяя их либо наоборот стягивая соответственно перекашивая и давая износ на какую-либо сторону да это конечно плюс вот осталось у нас посмотреть как устроен ролик лесоукладывателя этой катушки ну стоян он традиционно для данных годов образцов катушек шимана да то есть сам ролик лесоукладывателя выглядит он вот так переходная или адаптационная втулка для подшипника сам подшипник можно сразу же это все собрать вам на камеру чтобы вы посмотрели ничего тут сложного нет вот дальше у нас по бокам стоят разделительные втулки вот ограничивающиеся кольцо да вернее кольцо ограничительное и шайба ограничитель с другой стороны и соответственно line roller суппорт и винт собирается это все на самой конструкции дужки лесоукладывателя и соединяется самым коромыслом вот конструкция это конечно имеет преимущество перед определенными конкурентами что line roller суппорт он может выниматься то есть он является у нас разделительной раздельной съемной частью если вы сорвете резьбу в нем либо вы сорвете резьбу на винте то соответственно это все можно за копейки поменять на многих катушках это этот элемент выполнен как отдельная целая и в случае если вы сорвете резьбу вам нужно принимать какие-то хитрые ходы либо менять сразу же всю дужку лесоукладывателя вот последнее время мы видим что винты на таких узлах они применяются с преднанесенным резьбовым фиксатором то есть это не ровно резьбовые фиксаторы что чтобы для их как бы сказать фиксации до отвердевания не должно быть воздуха он уже преднанесенный его можно нанести заранее на винты и винт будет лежать до нужного момента вот и можно смоделировать ситуацию как это все выглядит вот надевается разделительная втулка ставится кольцо ограничитель все это одевается на лайн-роллер суппорт дальше опять разделительная втулка шайба ограничитель для разделительных втулок и все это закручивается винтом вот все таким вот образом это у нас выглядит собранном виде просто не хочу затягивать винт до конца не имеет смысла вот уважаемый вот такая вот конструкция в новых конечно моделях катушка шимана сейчас этот узел идет модульного типа как это можно назвать с технической точки зрения и там соответственно меняется ролик лесоукладывателя вместе с подшипником то есть подшипники ролик как единое целое неразборная сделано это конечно для повышения надежности надежности данного узла но приходит много как бы сказать жалоб на наоборот на отказ этого узла да у меня лично нету новых катушек новых моделей с такими модульным роликом лесоукладывателем не доводилось лично эксплуатировать и сам лично я не могу точно сказать как это выходит из строя как это не выходит из строя как бы грубо говоря сам лично я с этим грубо говоря не сталкивался как правило люди просят поменять этот модульный ролик да скажем так на либо на такого типа либо это отстыло десятого года либо просто покупает запчасти и сами меняют вот так дальше у нас осталось посмотреть как у нас устроена ручка с кнопок ну вот уважаемые зрители добрались мы до самой ручки с кнопом данной катушки давайте посмотрим в первую очередь что рекомендую обратить внимание это вот на такое вот соединение здесь конечно нужно проверить каким образом у нас закреплен сам винт часто бывает когда катушки уже поработали то они уже буквально при небольшом усилии сами откручиваются и соответственно нужно будет менять резьбовой фиксатор здесь мы видим что все у нас в порядке и не стоит силой всего это дело срывать досконально его разобрать видимо он у нас состоит из такой разделительные опорно втулки юбки соответственно самого винта который включивается в главную пару для левой и правой стороны вот с разными резьбами вот откручиваем саму декоративную крышку для этого есть специальный ключ вот вы видим что здесь есть резиновое кольцо уплотняющие надеюсь думаю обойдемся одной отверткой второй ключ не понадобится да все нормально у нас сдвинулась мы видим здесь вот такой синенькую каплю резьбового фиксатора которую конечно легко сорвать дальше мы уже будем садить это на новую резьбовой фиксатор чтобы не открутилась снимаем всю конструкцию видим ось в сделанную из легкого сплава до дюраль алюминия или еще что-то в этом роде здесь у нас ближе у основания стоит обыкновенная втулочка пластмассовая со стороны декоративной крышки у нас стоит подшипник и как мы видим регулировочная шайба вот ничего хитрого в этом во всем устройстве уважаемые нет сидит сам кноп сделаны из пробки вот на таком пластмассовом основании видите здесь есть расстояние подключу если вдруг он будет на нем прокручиваться то можно с помощью ключа зафиксировать и открутить ну вот уважаемые мое видео подходит концу катушечка полностью собрана очень мягко с небольшим точком она спокойно работает видно что ручка проваливаться под своим весом вот это как раз свидетельствует о том факте что излишки смазки все-таки плохо когда было смазано все нужных местах соответствующим образом про это видео уже показывал как смазать бесконечный винда когда правильно смазываются все остальные узлы катушки соответственно достигается вот такой нормальный плавный мягкий ход уважаемые вот ну а кому понравилось ставьте уважаемые палец вверх подписывайтесь на мой канал делитесь этим видео с друзьями до свидания уважаемые до новых встреч а я постараюсь дальше вас радовать каким-нибудь интересным видео